Всем привет! Здесь я готовлю 500 супов. Сегодня готовим русскую похлебку из осетрины с кореньями. Поехали! Список ингредиентов будет позже, поэтому я начинаю для интриги. Вот так вот я их выставляю, они тут есть, но вам мы их не показываем. Они будут позже. Для начала беру сливочное масло и отпускаю в кастрюлю и разогреваю. Постепенно нарезаем наши коренькие ингредиенты. Как ни странно, я беру стебли петрушки для того, чтобы просто очистить место, потому что здесь была зелень петрушки, а она пойдет в рецепт, естественно. И вот я одновременно, так сказать, с луком репчатым, взял ее и нарезал по такие мелкие части. И нарезаю, естественно, лук, который должен быть первый во всей этой истории. Но в данном случае последовательность не важна. Вместе отправляем это все в сливочное масло, которое уже растопилось и начало работать. Кореньев будет много, ребята, приготовьтесь. Это такая чудесная вещь, она вам, думаю, всем запомнится. Коренья в русской кухне занимает огромное место, поэтому пока все просто. Следующая пойдет морковь. Нарезаем это все такими не соломкой, а такими кубиками, где-то, грубо говоря, сантиметр на сантиметр. Закладываем морковь. Пришла очередь сельдерея. Сразу, без интриги скажу, что у меня будет еще и репа, и корень петрушки. Можно взять корень пастернака. Можно взять даже брюкву, представляете? Можно взять капусту кальраби, которая не является кореньем, но, тем не менее, по, так сказать, идеологии немного на него смахивает. Вот, поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, запаситесь кореньями. Я их покупаю на рынке у бабушек. Там они наиболее ароматные, домашние. Мне так кажется почему-то. Я могу ошибаться. Сельдерей. Половину корня хватит. Он хорошо хранится, поэтому оставьте его для следующего супа. Репа. Немного. Две маленьких репки такие симпатичные. Все тушится. У меня тут красота. Перемешивайте. Вот так вот. Если сухо в кастрюле, добавьте немного бульона или подлейте немного воды. Немного воды. Чеснок. Целую головку чеснока. Тоже корень. Мы не теряем корни. Мы сейчас, русские люди, наоборот, их, как говорится, достаем их. Развиваем корни. Промываем наши корни. И в дело все начинаем употреблять. Потому что одно время, начиная там с 90-х, нулевых, мы все теряли корни. Все смотрели куда-то туда. Дядя в рот, виляя хвостом. А сейчас мы что-то закусились. Да? И начинаем снова доставать свои корни. Когда мы достаем корни, весь остальной мир начинает терять свои корни. Доведут русского мужика, так сказать, разбудят русского медведя. А потом ходят, ноют, жалуются. Дурачье-то, да? Достают русского медведя. А теперь вот петрушка пошла. Корень петрушки. Можно эти взять, как я уже говорил, корень пастернака. Так. Я вот эти корень петрушку я даже не чистил, а просто такой вот для посуды губкой такой шершавой промыл хорошенько и все. Так можно и с морковью поступать. Но вот если шкура у нее не слишком дубова. А тут если начнешь снимать эту с петрушки, так у тебя и этого это не останется. Да и корни это не останется. Останется непонятно что. Поэтому ароматы, ребята, я вам скажу, вообще обалденные просто. Очень вкусно. Уже пахнет. Еще специи не добавляли, ничего не добавляли. Уже такой духман стоит вообще. Так. Все. Пошла петрушечка. Ну и, ребята, что вам сказать? Да-да-да. Картошка. Несколько штучек сейчас положим туда картошечки. Как бы тоже коренье, тоже для нажористости пойдет. Берем ее, нарезаем таким довольно небольшим кубиком. И все будет у нас здорово. Посмотрите, вот таким кубиком. Вот раз, два, три. Смотрите, чтобы она не растворилась. Не мелчите кубики совсем уже. Но и как на шурпу не надо нарезать большую картошку. Вот такого. Как на обычный картофельный суп. Жарить не надо. На большом окне не жарьте. Это должно вот так вот объединяться, как-то тушиться все спокойненько. Вот у меня там тихонечко все это дело как бы стоит. Если совсем сухо, подлейте немного воды или бульона. Итак, я переставил все на большой огонь. Добавляю традиционно дробленого перца по вкусу. Пожалуйста, универсальный люкс. Тоже пошла. И пришло время муки. Вот, посмотрите. Две ложки ржаной муки. Мы пересыпаем. Вот так вот перемешиваем. Ржаной. Ну, не ржаной. Конечно, сделайте эту пшеничную. Можете хоть гречневую муку сделать. Хоть овсяную. Это тоже очень все здорово. Прямо лучше не придумаешь. И вот здесь вот у меня бульон из тех кусков осетрины, которые, ну, из сопнабора, да, который у меня есть. Вот тут вот кусочки, тут и те, и все. Я перебрал плоские такие кости мелкие. Я выложил. Вот сейчас начинаю потихонечку вот сюда это все выкладывать. Так. И бульон осетровый выливаю вот сюда. Все. Доливаем воды. Доводим до кипения. И пробуем на соль. Все. Выравниваем соль. Ну, можно пару лавровых листов бросить сюда. Так. Все-таки, как бы, осетровый, но рыбный. Нормально будет лаврушка. 25-30 минут на мелком огне после закипания. И все будет готово. Но перед этим будем особым способом опускать рыбу туда. Сейчас увидите. В принципе, суп на 99,8% готов. Все. Вот у меня осталось два кусочка осетрины. То есть, вот, все, это готово. Может, 100% ингредиентов здесь есть. Ну, вот, если у вас есть такие вот куски осетрины, да, филе или вот такие стеки, то, пожалуйста, чтобы не перемешивать их туда, а, может быть, как-то адресно положить, да. Вот я хочу, например, положить адресно для, на тарелку, на образец сверху. То я вот так вот взял, отпустил, и он сейчас у меня проварится в дуршлаке, в таком крупном. Все, вода сюда сошла, процесс варенья происходит. Рыба сейчас за 10 минут, не больше, она проварится до конца. Я ее возьму вот так вот вытащу, и потом будет целый кусок, как стейк, лежать в тарелочке. Вот такая подача, ну, просто так, как-то лайфхак, мое наблюдение, как я это делаю. Пожалуйста, 10 минут добавляем зелень, или даже в тарелку можем свежую добавить, и встретимся на подаче. Итак, что же нам потребовалось для приготовления этой похлебки? Нам потребовалось осетрина, куски супового набора. Стоит недорого, саму осетрину, как говорится, куски филе можно и не прикреплять, если очень дорого. Ну, вот я тут два кусочка взял, и это же образец, я не могу по-другому. Тем более, я скромно иногда могу себе это позволить. Потребовалось корень сельдерея, потребовалось репа, лук репчатый, морковь, чеснок, целая головка, сливочное масло, ржаная мука, две ложки, петрушка, корень петрушки и зелень петрушки. Для эксперимента я взял три картошки, ну и специи, дробленый перец и универсальный люкс. Приправа шеф-шаров по ссылке в описании. Ну что, ребята, все готово, все, только что я снял шорт специально с презентации этого супа, похлебки. Правда, я своего похлебка не люблю, да, ну, такая какая-то она грубая, неинтеллигентная вообще. Похлебки, ну вот, ну ладно, ничего страшного. Так, сейчас еще кусочки рыбы сюда наваляю, аж нож зачесался. Ой! Вкуснота! Сейчас сюда положу кусок осетрины сверху, чтобы вам самое лучшее показать хотя бы. А вы уж сами там, извините. Ну что, ребята, видели? Лайк, вот смотрите, видите? Лайк. Осетровый лайк. Значит, пожалуйста, внизу по ссылочке, соцсети, ВКонтакте, там, ну, телеграмм, ВК-видео, телеграмм, пожалуйста, подписывайтесь, чтобы как-то не потеряться, и там другой немножко контент, не везде одинаковый, да? Я в телеге так кое-что размещаю, из поездок, из каких-то вещей, мыслей, может быть, ссылочки на интересные видео, которые, я считаю, может быть, вам пригодятся. Обязательно посмотрите. Ну ладно, давайте. Мы сейчас тут, как говорится... Ой, ребят, знаете что? Вот рыбный суп или очень хорошая такая уха. Угу. Класс. Просто класс. Поверьте, это очень вкусно. Это прямо четенько. С вашего позволения. Вы уж меня простите, я кусок рыбы все-таки. Очень насыщенно, по-настоящему, коренье, все, тут, ну, очень гармонично все, очень гармонично, такой элитный, такой, как бы, не элитный, как сказать, эталонный, вот, эталонный, вот, эталон, правильно, не элитный, эталон. Вкус эталонный, ну, не знаю, добавить нечего. Туда и даже я, вот у меня зелень там лежит. Ну, положите зелень, черный хлеб. Все, держитесь до приятного. Ждать осталось недолго. Пока. С сегодняшнего дня мы немножко изменили концовку. К моему пожеланию до приятного, это не мое, это моего отца. Когда-то он говорил так всегда, не до свидания, не прощайте, а до приятного. И не Медведевскому держитесь, там бабушка моя говорила, держитесь там, держитесь. Вот, это еще в 80-е годы мне было сказано маленькому. Мы скажем, что ждать осталось недолго. Все будет хорошо, только ждать осталось недолго. Я потом как-нибудь расскажу, почему я так думаю. Мы на самом деле, ну, коротко, если хотите, что с 18-го года после убийства царской семьи наша страна несет некое наказание. Ну, так получилось, что мы допустили это, убийство царской семьи. Царская семья – это святые Костромской земли, вот здесь. Они входят в сон Костромских святых. Николай II с женой и дочками, четырьмя дочками, цесаревичем Алексеем. И в 28-м году пройдет 110 лет, которые по преданиям и по пророчествам святых закончатся. Поэтому 28-й год идет переломный момент в истории России. После 28-го года мы в это верим, и в этом есть уже уверенность стопроцентная, что многое изменится. Поэтому вот как-то так. Все, теперь окончательно пока. До следующего выпуска.